Вот так они попадают в десятку. Журнал с таким названием уже почти год выпускают в Ревутовской школе номер 10. Издание ежемесячное, тиражом в полсотни экземпляров. Кроме того, учащиеся с 6 по 11 классы ведут YouTube-канал и социальные сети. Выпускница Елизавета Есипович также работала в школьном пресс-центре. И это помогло ей определиться с будущей профессией. У Лизы были тоже свои запросы. Она хотела научиться фотографировать, делать репортажи. Ей было интересно делать интервью. И через какое-то время она просто сказала, что ей это приносит большое удовольствие. Давайте мы еще сделаем интервью, а давайте я сделаю большой проект. И когда она мне сказала, что я хочу поступать на медиакоммуникации, я сказала, да, за этой профессией будущее. Я рада, давай сделаем максимум, чтобы ты взяла отсюда все. Елизавета одновременно готовилась к единому государственному экзамену и с друзьями училась верстать журнал, брать интервью, писать тексты и даже редактировать. Девушка также освоила курс по основам фотографии. И настолько успешна, что ее снимки стали публиковать на обложке журнала. Верстку нормально, только нужно немножечко переделать этот момент. Разбить на четыре коллажа. За несколько месяцев подготовки к ЕГЭ в условиях пандемии Елизавета прочитала горы книг в электронном формате. Проглотила даже четырехтомник Толстого «Война и мир» и выучила наизусть стихи русских и зарубежных поэтов. Результат такой подготовки – 100 баллов по литературе. Хотела больше 90 баллов, но чтобы 100, да еще и по литературе я абсолютно не ожидала, была безумно рада, не верила до конца дня. Отправляла всем, говорила, перепроверьте, пожалуйста, действительно так ли это. В общем, очень здорово. Реутовская выпускница уже сдала ЕГЭ по всем выбранным предметам – по литературе, русскому языку, профильной математике и английскому. Впереди у нее творческий экзамен в УЗИ, а шансы поступить в университет на бюджетное место у обладательницы золотой медали и 100-бальницы очень высокие.